МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Песни, блины и сжигания чучела, как саровчане отметили масленицу. Время покаяния у православных начался Великий пост. Встреча с серьезным противником. Хоккейный клуб Саров скрестил клюшки Сако из Павлова. Далее расскажем обо всем подробно. Вкусные угощения, аллея забав, сувениры и аттракционы. В минувшее воскресенье в парке имени Зернова отметили последний день масленичной недели. На традиционных народных гуляниях побывала и наша съемочная группа. Самые сильные побеждали в традиционной русской игре в перетягивании каната. Ловкие и быстрые проверяли себя, прыгая в мешках на скорость. Не обошлось и без прыжков через импровизированный костер из березовых брусков. Весну в Сарове встречали звонко и весело. На аллее масленичных забав в парке Зернова для жителей города подготовили добрые русские игры. Активно принимали в них участие не только дети, но и взрослые. Очень круто, мне понравилось. Вот халявный чубчик подарили. Мы попрыгали в мешке, где канат еще потягивали. Все нравится, весело и интересно. Там и где шашлыки жарят, и игрушки продают, и шары продают. Вот внучку потерял еще внучку. И где ее сейчас найти, вот и толпе сейчас не найдешь. Нет, а праздник хороший, замечательный, красота. Нам много чего здесь понравилось. Понравились разные конкурсы. Нам понравилось, что здесь разный выбор шашлыка. Можно весь выбрать. Здесь блины, конечно же. Аттракционы сейчас пойдем, будем кататься. Все очень сильно понравилось. И можно поиграть еще в жетоны, заработать жетоны и обменять палатки. Для сыровчан работали аттракционы. Маленьких гостей радовала пони Бусинга, которая катала ребят по парку. Сделать памятное фото можно было в масленичной фотозоне. А те, кто замерз, дала палатка с большим самоваром и вкусными бесплатными блинами. Парк, естественно, встречает весну большой праздничной ярмаркой, да, солнечная масленица, в которой принимает участие порядка 15 точек общественного питания, которые угощают горожан и блинами, и, естественно, традиционно, да, и пирогами. Естественно, есть у всех представлены шашлыки. Некоторые точки в этом году варят пельмени, угощают. Да, обязательно горячий чай. Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые с поколения в поколение. Обязательный атрибут праздника – соломенное чучело, которое сжигают, прощаясь зимой. В этом году в парке соорудили шестиметровую фигуру. По традиции, каждый год у нее разные наряды и обязательно румяное лицо. В этом году у нас лицо румяное, да, да еще и щекастое, что масленица у нас блинная, да, такая сбитенькая. Немножко даже, если посмотреть, у нее платье сделано из нескольких оборот, пелерин, да, то есть она такая немного даже воздушная. Завершили праздник с сожжением чучела. Народные гуляния в «Масленичную неделю» проходили по всему городу. На улице Силкина, 20, Центр внешкольной работы провел праздник двора «Широкая масленица». Для гостей подготовили разные игровые площадки и конкурсы. Атмосферу праздника создавал ансамбль русской народной песни «Забава». На «Масленичной неделе» стояла настоящая русская зима. Мороз кусал и румянил щеки. Чтобы согреться на уличных праздничных гуляниях, скоморохи подготовили для гостей конкурсы, подвижные игры и танцы. А чтобы дети и взрослые узнали о «Масленице» побольше, скоморохи рассказали о празднике и предлагали загадки. Самые активные участники получали жетоны, которые потом можно было обменять на подарки. Сковорох, что сегодня за праздник у вас веселый? Сегодня у нас проходит веселый праздник в «Масленице». Сегодня здесь, на нашей игровой площадке, мы проводим праздник для местных жителей. У нас в программе много песен, танцев от творческих коллективов в Центре внешкольной работы. Развлекательная программа с различными конкурсами. Ансамбль русской народной песни «Забава» создал праздничное настроение своими веселыми композициями. Чтобы согреться и не заскучать, все желающие присоединялись к общим танцам и масленичному хороводу. Любители исторической реконструкции развлекались на игровых боях, а также могли примерить на себя средневековые шлемы и оружие клуба «Армир». Не мешает мороз, то, что холодно. Даже очень весело. А ты что знаешь про «Масленицу»? Что это за праздник? Это когда в последний день зимы можно сжигать чучел, кушать блины. Мы играли там в канаты, ловили рыбу, мягкие игрушки, и гидали в сыр круглые мячики. Мы кушаем блины, жарим и дарим друг другу подарок. А где подарки дарите? Ну, может, какие-то браслетики, жетончики. Я рассказывала в секторе собственного сочинения, и мне очень понравилось, как выступали танцоры. Мороз не мешает, в праздники мне больше всего нравятся блины. Центр внешкольной работы подготовил разные игровые площадки и конкурсы. Также перед гостями праздника выступили творческие коллективы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена заместителем министра науки и высшего образования России. Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В министерстве Ольга Петрова будет курировать работу Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдет на территории Нижегородской области 1 марта в 10.35. Из громкоговорителей будет раздаваться сообщение «Внимание всем!». Сигнал также прозвучит по радио и ТВ. На прошлой неделе пожарные выезжали по вызову в Сарове 11 раз. В пяти случаях горения не обнаружили. Два подъезда были в дыму из-за пожаров в мусоросборных камерах. Также пожарных вызывали на задымление при приготовлении еды в доме. Еще один пожар произошел из-за короткого замыкания. У православных верующих начался Великий пост. Он самый строгий и долгий из многодневных постов. Вместе со Страстной Седмицей он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой. Великий пост – одно из самых важных событий для православного мира. Особое время для церкви. Значимость перехода от обычных будней к Великому посту видно даже во внешнем убранстве храмов. Завесы в алтаре и покрывало для церковной утвари меняются на черные. Священники также переоблачаются в темные одежды. Даже прихожане одеваются немножко по-другому, по-востовому. Великий пост само богослужения становится особым. Это просто, так сказать, напоминание, что ли, о том, что мы должны быть обращены в это время в большей степени к себе, внутрь себя, внутрь своего сердца. Вот и все. Опять же, это некое такое томление, подготовка, чтобы когда одежда поменяется на красный свет, чтобы наша душа это почувствовала ярким, так сказать, образом. Время Великого Поста – самое строгое в плане воздержания, как в еде, так и в развлечениях. Церковь призывает христиан отказаться от привычных удовольствий только для того, чтобы сосредоточить свое внимание на духовных аспектах своей жизни, постараться стать лучше и чище, побороть в себе злые наклонности, обратить внимание на ближних и на тех, кому нужна помощь. Для того, чтобы пройти это время с пользой, с духовной пользой, для того, чтобы открыть сердце Господу, потому что Господь требует от нас чистоты сердечной, вот мы проходим поприще поста, и этот пост заканчивается воскресеньем Христовым, Пасхой. Вот поэтому, и проходя это поприще, поприще поста, конечно же, мы усиленно обращаем внимание на свой духовный мир, на состояние своей души. Настроиться на духовный лад в суете рабочих и бытовых будней кажется непростой задачей. В этом помогает посещение храма и служба Великого Поста, домашняя молитва. Старший священник храма всех святых протеерей Александр Брюховец говорит о том, что главное для человека, который хочет поститься – решимость и желание. Господь учитывает то, что мы бываем и слабы, поэтому если у нас есть желание, мы можем стартовать с любой, как говорится, позиции, с любого времени, а плод он будет, и радость тоже будет, и какие-то достижения будут. Поэтому тут главное не откладывать, а взять, пойти, взять и начать. Также особое время для верующих – Страстная Седмица, которая посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Заканчивается Великий Пост праздником Пасхи. В этом году – 16 апреля. Всемирный день православной молодежи отмечают в России вместе с еще одним церковным праздником – Сретением Господним. На протяжении всех праздничных дней в епархиях проводят встречи духовенства с молодежью, концерты, крестные хаты, награждения активных волонтеров. В Саровском приходе также много активных молодых людей. Об этом мы расскажем в следующем репортаже. Мария Кожаева пополнила ряды волонтеров в 2018 году. Началось все с акции «Подарим детям Рождество». Девушка в костюме Снегурочки поздравляла детишек с ограниченными возможностями здоровья или из малообеспеченных семей с Новым годом Рождеством. На следующий год Мария снова стала участником новогодних поздравлений Центра «Радость моя». Постепенно девушка начала вливаться в волонтерскую среду. Мария Кожаева помогала в сборе средств в рамках акции «С миру по листочку». Участвовала в серафимовских торжествах в Дивеево. Волонтерская деятельность – это и знакомства новые, это что-то такое интересное, это и помощь людям. Ты эмоции получаешь положительные от других и сам как бы насыщаешься этими эмоциями. И мне поэтому очень нравится помогать. Я бы даже, наверное, хотела профессионально заниматься такой работой. Конечно, это трудно, потому что надо понимать, что ты на всю жизнь, то есть всю жизнь свою отдаешь. Мария признается, что иногда сил не остается, настроения нет. Но как только она приходит к людям, начинает общаться с ребятами, вся усталость исчезает. А на смену приходят только позитивные эмоции и радость. Волонтерство для ученицы православной гимназии – это источник вдохновения, область для подзарядки внутренних батареек. Вот ты приходишь, иногда у тебя нет настроения, но ты этого показывать просто не можешь. Ты должен быть веселый, поиграть с детьми. И вот ты видишь, они у тебя улыбаются, ты им начинаешь улыбаться в ответ, и просто у вас вот этот вот обмен такими эмоциями идет. И очень вдохновляет на самом деле. Ты понимаешь, что ты помогаешь людям? Ну вот, не знаю, это какая-то цель, наверное, в жизни у многих должна быть. А еще Мария может провести экскурсии по Саровскому монастырю. С пятого класса гимназистка стала посещать историко-краеведческий центр «Истоки» при Духовно-научном центре. Там она изучала историю города и монастыря, а по окончании курса получила специальный сертификат. За плечами Марии ни одна экскурсия и для детей, и для студентов. Ну, сначала началось все просто, скажем так, за компанию. Так зачастую все начинается, в принципе, у людей, а потом очень понравилось, потому что я люблю помогать людям. Вот чтобы стать волонтером, нужно, во-первых, желание, а во-вторых, любовь к людям, мне кажется, потому что если ты людей не любишь, ты не сможешь стать волонтером. Ты должен это понимать. Вот. И вот, наверное, ради того, чтобы вот именно помогать людям, я вот этим занимаюсь. В Сарове День православной молодежи отпраздновали автомобильным крестным ходом по святым местам. В пещерном храме для участников провели экскурсию, а после все собрались на чаепитие и беседу со священником в монастырской трапезной. В минувшие выходные саровские хоккеисты приняли на своем льду команду «Ака из Павлова». Гости не проиграли ни одной игры чемпионата. В соцсетях встречу назвали «Битвой титанов». На игре побывала и наша съемочная группа. Встреча с серьезным противником. В минувшие выходные саровские хоккеисты приняли на своем льду команду «Ака из Павлова». Гости не проиграли ни одной игры чемпионата. Хоккейный клуб «Саров» к матчу готовился серьезно и отдавать победу более опытному и сильному сопернику был не намерен. Мы ехали сюда, приехали в усеченном составе. У нас всего два звена. «Саров» всегда дома играет. Хорошо, результативно, собирает полный дворец, для болельщиков играют. Поэтому ждали, что будет тяжело. Настраиваюсь на это. Счет открыл «Саров», однако противник не заставил себя долго ждать и сравнял счет в первом периоде. На перерыв ушли со счетом 1-2 в пользу гостей. Второй период болельщиков шайпами не порадовал. «Ака» ушла в оборону, но «Саров» не оставлял попыток атаковать ворота противника. Исход игры решил третий период. На третий период настроились, но первая смена получилась неудачная. Сразу пропустили. И как бы это и повлияло на исход игры. Бросили, можно сказать, играть. Где-то моменты проигрывали, контратаки проигрывали. Ничего не получилось создать. Вот концовку там пытались достать, но еще раз повторюсь, там штанги, вратарь. Им больше повезло, чем нам сегодня. Завершился матч со счетом 1-5 в пользу гостей. Поражение не повлияло на расстановку в турнирной таблице. «Саров» по-прежнему сохраняет лидерские позиции. Для некоторых игроков «Аки» «Саровская ледовая арена» практически родная. Вратарь Андрей Суханов играл за «Саров» в ВХЛ. Возвращение «Саров» очень волнительно. Долгое время здесь не был. Уже на подъезде к ВП родные стены здесь раскальзывали. Литовый сегодняшний игрок был замечательный. Болельщики полный стадион. При таких болельщиках одно удовольствие было играть в хоккей. И я думаю, мы преподнесли сегодня болельщикам хороший хоккей. Две игры отделяют нашу команду от плей-офф. В следующие выходные на выезде «Саров» встретятся с принципиальным противником Сеченова, который отстает от нас всего на два очка. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.